В чём же вред микроволновок? Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня очередное видео про СВЧ-излучение, про микроволновки. Дело в том, что если набрать в Ютубе, скажем, микроволновки, слово, то выскочит огромное количество видео не о том, какой вред, или, да, выскочит видео, где издеваются на тему, что, мол, никакого вреда нет, всё это, это же прогресс, это великолепно, это достижение, это одна польза. Ну, естественно, научных подтверждений того, что это безопасно и даже полезно, естественно, никто, ни один человек ещё не привёл. А вот мы сегодня приведём факты, доказательства, то есть истину, абсолютную, неопровержимую, того, что это безусловно, что даже разумно просто по простой логике, что это пагуба для организма страшная. И вот я передаю слово Владимиру Николаевичу Тюняеву, хочу у него спросить, сначала, может быть, кратко, в чём же вред микроволновок. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, Юрий Андреевич, здравствуйте, уважаемые друзья. Во-первых, хочу сразу сказать, что микроволновки были изобретены не так давно, в 1945 году. Перси Спенцер, американский инженер, получил эффект, увидел, что магнетроном можно разогревать пищу. И, ну, сделал вывод, что это можно использовать, так скажем, в бытовых условиях. И вот с той поры, а так как эти устройства были созданы на ВПК американском, они занимались радарами, и эти радары светили, то есть высокая мощность излучателей была. А что такое излучатель? Вот разберём коротко, что такое микроволновая печь. Это ящик экранированный, в котором находится магнетрон, в котором происходит преобразование электрического тока в определённую частоту. Частота это 2,4 ГГц, то есть 2,4 миллиарда миллионов колебаний в секунду, с мощностью более от 1000 Вт. И вот вы можете посмотреть, как этот магнетрон разрушает, то есть взрывает приёмник, и какое действие оказывает на пространство. Это пушка, это оружие на самом деле. Но внутри оно как будто бы экранировано полностью, и разогревает пищу. То есть воздействует на молекулы воды или на изменение сред. Между средами происходит вот это трение, приводящее к нагреванию, и говорят, что пища нагревается, всё хорошо, жарится, парится, ещё какие-то режимы. А передаёт сигнал магнетон на волноводы, которые находятся на стенках. Но они, соответственно, также экранированы, потому что если они не будут экранированы, вы просто рядом поджаритесь, рядом с этой печкой будете жариться. Это физические аспекты работы самой микроволновой печи, которая, вот была байка такая, что в СССР запретили микроволновую печь. Нет, такого запрета как такового не было. Просто в 1970 году уровень излучения, допустимый для населения, был 1 микроватт на сантиметр квадратный. Запомните эту цифру. А допустимый уровень излучения, которое, вот представьте, внутри 1000 ватт, а рядом вот с микроволновкой, допустимые на расстоянии 50 сантиметров, 10 микроватт, но учитывая то, что эти 10 микроватт, но у вас она не постоянно работает, а если бы она постоянно работала, то вы умножаете на 24 часа и получаете 240 микроватт только вот этой энергии, которую вы получили, которая изменила ваш опять гомеостаз и обмен веществ. Плюс к этому еще добавьте все излучатели, которые вокруг вас, суммируйте, умножаете опять на 24, вот вам электромагнитная нагрузка, которая накапливается со временем и приводит к старению организму, к раннему. И все заболевания, которые у вас есть, или которые по вашему состоянию есть, они усиливаются и теряется иммунитет. Это однозначно. Это физический аспект и аспект здоровья биологического объекта, на который воздействие идет физического фактора. Подчеркиваю, мы много раз с Юрием Андреевичем говорили, что физический фактор это одно, это нагрев. А биологический фактор, то есть это отклик организма на воздействие, это второй аспект. И у нас в стране нормировалось это, и до сих пор 10 микроватт, а эта норма есть. Был один, а у нас сейчас 10. От телефонов, от роутеров, от станций базовых. Но это тоже отдельная история. Кстати говоря, мы, я надеюсь, еще разберем, потому что есть один канал интересный, где разбирает полностью антенны. Это Евгений Радис. Я ему написал, и мы, надеюсь, с ним все-таки он откликнется и снимем ролик по этим антеннам. Очень интересно, и на месте можно измерять спектроанализатором, сколько чего излучают различные компании. Я хочу, извините, сразу прервусь, скажу нашим зрителям, что есть учебник Минина еще 74-го года, уже почти 50 лет, полвека, в котором все ПДК и, так сказать, воздействия прописаны. И вот сейчас они увеличены, то есть просто фоном, где бы человек ни жил, ну, кроме глухой тайги, в сотни и в тысячи раз. Но что касается сотовых телефонов, Wi-Fi, вышек и трансляторов, тем более сотовые связи, мы подробно, Слава Николаевич, разбирали в более чем 10 видео все эти воздействия. Кстати, ссылки, я сразу скажу, одним единым, вот этот учебник на экране, еще есть белая книга, так называемая, и еще кое-какая ценная информация, если кто-то захочет неогульно во что-то поверить, успокоив себя, чтобы пользоваться любимыми вот этими мерзостями, то давайте сначала так, если вы разумные люди, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите, я оставлю несколько важных ссылок, в том числе вот на все то, о чем мы сейчас говорим. И вот сначала изучите информацию, если вы и так это сейчас не поймете, что совсем очевидно, ну, захотите прям все перепроверить, пожалуйста, и на исследования американские независимые, и на наши отечественные. И вот тогда, думая, уже принимайте решение. Также хочу сказать, что защита, микроволновку вообще нельзя использовать дома, на работе, нигде. Вы выкинути вообще эту гадость, не дарите никому, не убивайте людей. А вот что касается, хоть какой-то защиты, ну, да, микроволновку мы уберем. Соседская микроволновка точно на вас воздействовать не будет через квартиру, это понятно там. Поскольку микроволновка правильная, это замкнутый контур, вот эта клетка Фарадея, по сути, да, так сказать, если бы не было ее защитного, вот этого кожуха, то это все бы, умерли от рака уже все давно. Ну, так вот, а вот сотовая связь, поскольку пробивает через стену окна и так далее, да, и прочие, Wi-Fi и другие ВЧС-ВЧ-излучения воздействуют каждый день на каждого человека, поэтому надо убрать, по крайней мере, вот о чем сейчас перейдем мы ко второй части, Владимир Николаевич расскажет про резонансные, резонансные, да, разрушительные воздействия на клетку, не физические функции нагрев, тепло, про что физики вот такие, которые вообще ни о чем больше не понимают, не знают, вообще логика им не знакома, они начинают сразу про физический показатель, про нагрев, а если нагрева нет, то это вроде не страшно. А мы говорим про воздействие на ДНК, на клетку, на структуру, на информационное воздействие в конце концов. Вот то, что Горяев-академик говорил. В общем, все эти ссылки будут под видео, а теперь давайте разберем вторую часть, о которой вот никто не думает, мало кто знает, и уж точно эти говоруны не говорят, потому что сами, вероятно, просто не понимают. Это как раз про воздействие не совсем напрямую материальное, то есть не сразу там нагрев, удар по голове кувалды, вот не про такие вещи, которые прямо сразу всем очевидны, а про то, что очевидно не всем. Вот расскажите про это. Ведь человек ведь ест эту пищу потом, с которой что-то происходит, разрушена информация, она изменена, она просто убита. Ведь это-то вообще, почему-то люди не думают, но от этого истины не меняется. Давайте об этом поговорим. На самом деле, я вспоминаю начало 90-х годов, когда мы первую микроволновку приобрели на работе и пожарили там, тогда еще я употреблял мясо, курицу пожарили, ее есть невозможно, это клейковина, и вот запах жуткий какой-то. Я думаю, это как это вообще люди из этого едят? А потом, когда мы уже исследовали много лет, вот начиная с 97-го года, воздействия на пищу, наше исследование, воздействия на органы системы, вот этой пищи, приготовленной в микроволновке, мы сделали вывод, что это пища, которая приготовляется в микроволновой печи, аналогично тому, что выходит из человека. Извините, вот это дерьмо. По своим свойствам, потому что меняется. И, кстати говоря, опубликована масса данных по этому поводу. Еще в 92-м году в США проводили исследования, и с медицинской точки зрения считается, вот я цитирую, что введение в человеческий организм молекул, подвергшихся воздействию микроволн, имеет гораздо больше шансов причинить вред, чем пользу. Пища из микроволновой печи содержит микроволновую энергию в молекулах, которые не присутствуют в пищевых продуктах. Ну, то есть это изменение информации на уровне уже практически не только клеточного, но и атомарного, там сдвиги фаз, ну, то есть информация, которая туда заложена, она мертвая, пища становится мертвая. И обычно говорят, ой, это все, вот масса статей, которые, наверное, аффилированы к этим производителям микроволновок, так как у них этот бизнес, ну, огромный, огромный, пожалуй, на уровне, наверное, тех же смартфонов и телефонов. Но самое интересное, что пища, которая там, вот вы сравните, вот они говорят, что она не меняется, вкусовые там качества, да ничего подобного, вы из русской печки-то попробуйте пищу, которая готовится там, это небо и земля, небо и земля. А особенно следует учитывать, вот мамочки молодые, которые разогревают детям в микроволновой печи, это преступление, еще раз хочу сказать, преступление. И преступлением является то, что вообще родители позволяют детям, особенно до 8 лет, пользоваться смартфоном. Ведь это оружие, то же самое оружие. Вы посмотрите лекцию того же Михаила Ковальчука, где он в 2019 году в Политехническом университете найдете, где он про это говорит, что создание вот этой системы всеобщей компьютеризации и использования телефонов, это управление сознанием, изменение сознания. И мы уже наблюдаем, что дети сегодняшние по всем исследованиям, они чужие, у них нет родственных связей, у них вообще, они сами по себе, вот сколько мы смотрим на молодежь, они вообще логикой уже отсутствуют. Вот сейчас я очень важную вещь скажу, это просто необходимо. Так вот, Горяев Петр Петрович, по сути, он дело создал новую науку, это стык наук, безусловно, когда науки не изолированы, что жизнь же не изолирована от всех, так сказать, логических цепочек, с ней связанных, вот с событийных и предметно-следственных связей. Так вот, то же самое и науки, они жизнь должны отражать. Поэтому есть такая наука теперь же, волновая генетика. И вот эта наука волновая генетика объясняет, как слово, волна любая, то есть мысль, что угодно, вибрации, как влияют на биологические системы, на структуры, на ДНК. ДНК это вообще антенна, приемная, по сути. И воздействовать на нее можно информационно, как угодно, от того, что простым словом, а что такое миллиарды вот этих колебаний в секунду, причем, кстати, все клетки, живые клетки в системах, ну, например, там клетка любой ткани человека, любого животного, там капля воды, все, что угодно, любой живой системы, структуры, и, казалось бы, неживой, это уже вопрос отдельный, спорный, что живой, что неживой, во Вселенной, что называется, имеет свою частоту колебаний. И когда на нее накладывается вот эта просто по-другому не сказать сатанинская вот эта частота, миллиарды, там десятки миллиардов, миллионов в секунду колебаний, чего в природе не существует, причем с определенной мощностью, и иногда, и это очень часто, возникает резонанс, то есть, когда, да, от объекта отражается, и входящая волна, так сказать, создает удар, вот как солдаты по мосту идут, ответная волна идет, и когда в ногу, когда тысяча человек или сотни, значит, встречается с ней, взрыв происходит, по сути, материал разрушается, который мог бы статическое, давление, напряжение выдерживать сотни тысяч раз больше, то же самое происходит с клеткой, и если она и не погибает сама по себе сейчас, вот от какого-то воздействия, то происходит изменение информации, передача, наследственная информация, и так далее, и влияние идет в первую очередь на головной мозг, на сознание, на генетику, на вот именно абстрактное мышление, на логику и так далее, вот почему действительно и дети отчуждены, как бы, и уже им чужды, многим сейчас выросшим в городах и приученных к телефонам, к этим смартфонам проклятым, с раннего детства мамаши дуры, дают, чтобы ребенок лишь бы не приставал к маме, к папе, не плакал, дают игрушку эту, а что она делает, она убивает будущие поколения, она убивает и отдельно взятый организм ребенка, он будет безусловно больным и так далее, почему в том числе много причин, ну и это одна из них, из тех, что почему сейчас рак молодеет и у детей уже маленьких есть любые формы рака, чего раньше не было, это одна из главных причин, это абсолютно научно доказано, то есть воздействие именно СВЧ-ВЧ-излучений на организм, детские тем более, да на любой организм, а у нас этих воздействий сейчас на нас с вами очень много, разных, одновременно и круглосуточно, что самое страшное, вон в домах городских, в квартирах, кто живет, до десятка, два, три, четыре, и больше иногда точек Wi-Fi только, это же страшное дело, и вот поэтому меняется на всех уровнях все, информация, действительно, и родовая память, и все, что угодно, это действительно, если глубже смотреть, это страшное, не только генное, ну это генное оружие, это тоже генное оружие, да. Ну я думаю, что мы уже достаточно сказали, все ссылки на белую книгу, где приведены все научные данные, вся информация о тех защитах, которые существуют, и анализ ее, и мы много раз говорили, что нейтроник, и вся линейка нейтроников, она имеет более ярко выраженные эффекты, по сравнению с другими, поэтому это наше утверждение, мы подтверждаем уже 25 лет. И в заключении я бы хотел сказать, уважаемые друзья, родители, ну вы поизучайте, поизучайте вот статистику, она выпускается государственная, каждый год, и здесь вы найдете много удивительного для себя, найдете, насколько уменьшилось количество детей у нас, там за 30 лет, найдете рост заболеваемости, который произошел, вследствие роста количества излучателей, потому что это единственный фактор, который вырос в сотню тысяч раз, других факторов нет, и мы увидим эту связь, она проявлена, и если вы не задумываетесь над этим, это очень печально, потому что будущее ваших детей, и вообще всего человечества, в наших руках, и мы делаем все, чтобы нивелировать эти воздействия, и соответственно, вот мы всегда говорили, что детям до 8 лет вообще, лучше исключить телефоны и компьютеры, ну 15 минут, может быть, мультик посмотреть, и то там на расстоянии, в учебном процессе использовать проекторы, не надо вам в экран смотреть, ну проецируйте на стенку там, на что-то, так вот мы по школу делали начальную в Челябинском госуниверситете, где уроки проводились с проекцией на экран, у детей только, извините, такие, где они пишут на подставочках ручками, вот что является главным-то. Ну и я, кстати, хочу, да, в этом плане еще, знаете, что сказать, что вот есть же и даже телевидение сейчас в виде проекторов, правильно, то есть тоже можно вполне не на экран смотреть, а и телевидение даже таким образом. Сейчас технология-то есть, а проекция, главное, что она не излучает, не излучает. Да, то есть надо убирать от себя как можно больше вредных факторов, которые воздействуют на нас с вами. Какие-то мы не можем убрать в полной мере, какие-то можем. Так вот, чем больше мы уберем, вообще говоря, просто о логике, больше вредных факторов воздействия на организм, тем будет лучше для нас с вами. Так вот, говоря о микроволновках, это однозначно, тут вариантов нет, просто убирайте, выкидывайте эту гадость и никогда больше не покупайте, и это во-первых. Во-вторых, по защите от воздействия ВЧС-ВЧ-излучения, я не говорю о сотовой связи, Wi-Fi там, роутерах, хотя их тоже отключать надо, пользоваться проводным интернетом, компьютер, проводной интернет. Но, ладно, сотовые телефоны, там и прочее, прочее, вот, используйте нейтроники, это защитные, такие микроантенны, что они из себя представляют, ну, внешне такие, на голограммы похожие. Вот перед вами сейчас на экранах они, их две модели. Зайдите на наш сайт, nadgard.ru, ссылка под видео будет, посмотрите на каждую из двух моделей, почитайте, на какие приборы устройства они клеются, там написано, посчитайте количество этих приборов, устройств, ВЧС-ВЧ-излучателей у вас дома находящихся, и купите необходимое количество наклеев, в те места, где указано на самих вот этих нейтрониках, да, куда это клеится, и тогда вы до 600 раз снизите резонансное разрушительное воздействие на клетку, на ДНК, от источника ВЧС-ВЧ-излучений, и это будет колоссальной уже защитой. Хотя, конечно, по-хорошему надо быть более радикальным. Ну, есть антенна большая, которая в радиусе 15 метров от условной точки, установленной в пространстве, нивелирует воздействие, вот это негативное, снимает резонансное воздействие, разрушительное, уже от мощных источников, то есть от высших ретрансляторов сотовой связи, от соседских Wi-Fi. Простые нейтроники, наклейки от этого не помогут. Вы же не наклеите каждому идиоту, соседу, на его, так сказать, приборы, устройства и роутер, раздающий Wi-Fi, любимый, эти нейтроники. Ну, и кроме мордобоя ничего не получится. Поэтому это бесполезно. И тут либо радикально уезжать куда-то, что, конечно, лучше всего, в экопоселение или куда-то там в общину или просто хултерным хозяйством жить в лесу где-нибудь, это понятно, полезно и хорошо. Но большинство людей это не сделают. А как быть в городах, в плане того, что если люди хотят всё-таки и жить и при этом меньше воздействий вредных на себя в плане СВЧ и ВЧ излучения испытывать, то вот это вариант нейтроники. Вот эти защитные устройства. Две модели плюс вот эта антенна, которая уже от мощных источников излучения защищает вас. И даже, кстати, от электромагнитных полей. Это другая уже тема, но тоже таким свойством обладает вот эта большая антенна. Медная, защитная. Ну, вот вроде бы и всё. Если какие-то вопросы накопятся интересные, мы обсудим. Но главную тему, я думаю, мы полностью объяснили. То есть, микроволновые печи, СВЧ по-другому печи, недопустимы в быту. Нигде их не должно быть. Пользоваться ими нельзя. И, значит, по причинам воздействия непосредственно СВЧ в любом случае на организм человека считаются дозы микро, а они всё равно превышают. И, помните, идут наложения. Ведь наши предельно допустимые нормы, это было известно 50 лет назад, ещё в тысячи, сотни тысяч раз меньше, чем те, которыми мы подвергаемся воздействию сейчас. Поэтому даже защищённая микроволновка имеет воздействие. Это, во-первых. А главное воздействие на саму пищу, изменяя информацию саму по себе, давая новую совершенно информацию. Какую, мы не знаем, но точно разрушительную. Вот. Поэтому то, что создала природа, не калечьте, не меняйте. Всё природа уже дала как есть. Уж если жарите, варите, да, лучший вариант это вот костёр, живой огонь, русская печь. Нет возможности, ну, соответственно, газовая печь. Ну, и дальше уже идёт электрическая по мере от лучшего к более худшему. Ну, вот, пожалуй, и всё. Поэтому хочу поблагодарить Влада Николаевича, если там вот он хочет что-то ещё в завершении сказать, да? В дополнение к тому, что, Юрий Андреевич, вы сказали, микроволновая печь создаёт радиолитические соединения, так называемые. Они канцерогенные, канцерогенные. Вот в чём дело. Вот это самое главное надо иметь в виду. Да, вот то неестественное воздействие на воду, как следствие, а вода несёт информацию, то, что передаётся и содержит пища в себе, а информация в живой пище структурированная, направленная на здоровье, потому что вот естества идёт, там есть программа в любой живой структуре, а когда она разрушается, тем более таким способом, когда не просто тепловое воздействие, а воздействие, создающее какую-то неизвестную новую информацию, это самое страшное. То, что от природы не заложено. Вот примерно мы объяснили, разумеется, не все процессы известны, можно объяснить, что происходит. Но то, какое идёт воздействие, к чему оно приводит, по крайней мере, это можно сказать. И это давно известно, информация будет вам дана по ссылкам, изучайте более досконально, подробно, посмотрите старые наши видео, раскрывающие эту тему многогранней. Ну, а и передавайте обязательно вот эту запись, ссылки на неё своим друзьям, близким, знакомым, кто вам не безразличен. Если эти люди вам дороги, попытайтесь донести до них эту информацию, как говорится, чтобы, так сказать, всё-таки в их благо это пошло. Ну, по крайней мере, будет такой шанс. И уже вы можете, как говорится, умыть руки тогда, мол, всё бесполезно, человеку говорить даже и больше нечего. А может и поможете. Всего хорошего, до свидания. До свидания.